Здравствуйте, с вами Ингл Мантеуфель. Вы смотрите еженедельный обзор немецких СМИ де-фактор, что на этой неделе у нас в Германии сообщали о России. На этой неделе немецкие журналисты комментируют прежде всего внешнюю политику России. Немецкие СМИ обсуждают, например, тот факт, что Эдвард Сноуден остается в московском аэропорту. Им интересно, как влияет пребывание Сноудена на российско-американские отношения. Штефан Лак, московский радиокорреспондент АРД, обращает внимание на то, что чем дольше Сноуден остается в Москве, тем хуже становятся российско-американские отношения. Немецкий журналист пишет, что Россия поэтому наблюдает за делом Сноудена с нарастающим нетерпением. Журналист, еженедельный кадет сайт Анна Лалетина, подчеркивает, что в российских интернет-дискуссиях история со Сноуденом воспринимается как форма мести Америки, за постоянную критику нарушения прав человека в России или за список Магнитского. Внимание немецких СМИ привлекла влиятельность концерна «Газпром». Немецкие журналисты Конора Чулер и Бенни Минтрибе в статье газеты «Франкфурта Allgemeine Zeitung» отмечают, что Эстония, Латвия и Литва оказались под давлением России. Они пишут, что восточные члены ЕС призывают к проведению общей политики, чтобы совместно противостоять той власти, которая исходит от «Газпромовских труп». По словам журналистов, в Брюсселе это послание приняли, и ЕС готовы реагировать. Некоторые СМИ обратили внимание на то, что Евросоюз подал в суд ВТО на Россию. Еженедельник Тешпигель отмечает, что уже год идет спор из-за утилизационного спора на импортные автомобили. Публикации немецких СМИ о России на этой неделе показали, что конфликтов в отношениях Москвы и Запада становится все больше. На этом у меня все. Дефактор следит за развитием события. Всего вам доброго. Продолжение следует...